Пограничники всех стран делают одно общее дело – защищают рубежи своей родины. Но иногда они делятся нюансами своей работы с иностранными коллегами. Например, защитники России и Норвегии уже пять лет подряд проводят совместные ознакомительные учения. Два дня вместе с ними провела и наша съемочная группа. Рукопожатие через границу. Сегодня пограничники России и Норвегии свободно пересекают демаркационную линию без формальности и проверки документов. Так начинаются совместные учения пограничных войск двух стран. Попасть в мишени надо с 10 и 30 метров из разного оружия. Российские пограничники, испытав в деле норвежский автомат, особой разницы не почувствовали. Единственное отличие – мягкая дача. Разница в том, что может он чуть поудобнее будет. Ну а так, в общем, разницы никакой не ощущают, что там у нас стреляет оружие. И тут то же самое. Патроны только другие. И все, чуть калибр. Мы охраняем границу. Они с этой стороны, мы со своей стороны. У нас одни задачи. Мы делаем одно дело. И как бы вот этот выезд в Норвегию наш. Только дает нам положительные эмоции какие-то. Сообщение с ними. Мы пытаемся понять друг друга. Как это? Взаимопомощь. Совместные учения выпали на непростое время для пограничников Норвегии. У них идет реформа. Сейчас в Северном Королевстве шесть застав, но после модернизации останется всего две – на юге и востоке. Первый обновленный кордон уже практически готов и откроется в январе будущего года в районе заповедника Пасквик. Основная причина реформы – это то, что все шесть кордонов не отвечают современным требованиям безопасности. Когда их строили, были другие задачи и большее количество пограничников. К тому же сейчас у нас есть более мобильная техника, с помощью которой мы можем быстро передвигаться. Поэтому необходимость в таком количестве застав отпала. Демонстрация норвежской техники вызвала искреннее оживление в рядах российских пограничников. Каждый хотел посидеть в седле квадроцикла или сфотографироваться за рулем иностранного вездехода. А вот показ личного обмундирования особого восторга не вызвал. Даже тот факт, что вес экипировки норвежского пограничного в два раза легче российского и составляет 15 килограммов, вызывает скепсис у офицеров никельского погранотряда. Каска, тепловизор намного легче российского. Но, так скажем, у нас попрочнее будет. Соответственно, у нас побезопаснее. Единственное, здесь плюс то, что легкость, плюс то, что это безопасно. В плюсах единственное, что зимняя форма значительно легче, чем у нас. То есть у нас она немножко, так скажем, побольше. И, соответственно, весит. От этого, соответственно, когда одеваем все снаряжение, немножко тяжелее становится. А так, в принципе, по снаряжению у нас, в принципе, ничем не отличаются. Те же самые разгрузки, похожие радиостанции и то, что берем с собой и снаряжение. Перчатки, варежки, термосы. Все, в принципе, одинаково. Демонстрация работы кинологов, неформальное общение, насколько позволял язык жестов и ломанный английский. Закончились международные учения необычным силовым соревнованием. Одно, три, четыре, пять! Причем команды были смешаны, тем самым словно подчеркивая, что пограничники всех стран делают одно общее дело – защищают рубежи.